Сегодня сделаем обзор на набор инструментов с Алиэкспресс. Этот набор в использовании у меня свыше трех месяцев. И я хочу записать видеоотзыв по поводу использования. Быть может это кому-то пригодится. Заказывал я его в Китае. Срок доставки около месяца и плюс-минус 10 дней. То есть набор этот подходит для использования в обычной жизни. Кому нужно что-то открутить, подкрутить, где-то что-то подтянуть. Есть автомобиль, есть велосипед, есть техника мелкая, кухонная, бытовая. Телефоны, ноутбуки, планшеты, сборка, разборка компьютеров. Все это может данный набор. Давайте приступим к распаковке. В использовании он у меня уже достаточное количество времени. И я хочу сделать на него такой обзор. По поводу внешней части. Коробка сделана из пластика. То есть прочная, современная, молодежная. Ну, в принципе, ничего лишнего. Также на серебристой вот такой гравировке выбита надпись самой компании. Внутри 4 магнита. И вот так она закрывается. То есть притягивает к себе крышку. Чтобы не выскакивала внутренняя часть. Что касается бит. Биты сделаны здесь из стали S2. То есть твердая, жесткая, пластичная и высокий порог деформации. То есть в использовании должны показывать себя с хорошей стороны. Что хочу сказать. Я этим набором пользовался везде. И откручивал подкрылки. И в Шкоде, у кого ваги, очень много всяких заманух торксы. То есть Т15, Т20, где-то открутить обшивку, где-то что-то подтянуть. То есть либо покупать набор шестигранников, либо купить уже сразу такой набор автомобилиста и возить его с собой. Вдруг в дороге что-то придется откручивать. В использовании понятно, что будут у вас стандартные отвертки. Фигурная, крестовая, минусовая. Кто как называет. И в принципе в обиходе, если вы ничего не делаете, не занимаетесь ремонтами, то этот набор вам в крайнем случае будет пригождаться раз в два в три месяца. Но так скажу, если оно есть, вы знаете, что у вас там оно где-то лежит. Вы подошли, взяли, допустим, вот эту вот биту и что-то вам нужно будет открутить. Теперь что касается, что находится внутри. Внутри, я вам так скажу, есть обозначение. Вот такие две подсказки, шпаргалки. И здесь в очередности расставлено, где что находится. В принципе, я ничего не менял. Где что лежало, там у меня оно и до сих пор лежит. И вторая часть. Вот, то есть есть еще пластиковые штуки, которые можно использовать для открывания крышек, планшетов, ноутбуков, также мобильных телефонов. Они пластиковые, мягкие и эластичные. В принципе, с двух сторон. Вот, кстати, вот эти вот пластиковые штучки. То есть вы можете также использовать их в строительстве, когда замазываете герметиком стыки между плиткой и ванной. То есть обычно там либо салфеткой, либо пальцем, лучше всего смоченным водой. И вот так прислоняете и делаете. Ну, я пару раз так делал. В принципе, эти штуковины выполняют свою функцию на ура. Но в основном предназначение для открытия мелкой техники, чтобы не повредить сам кожух, либо защиту. То есть, смотрите, вот так это все дело выглядит. И здесь в наличии разные биты. Что касается бит. Для откручивания либо ноутбука. Ну, в основном я поделюсь опытом, так как я разбирал ноутбук. Чистил его, в принципе, чищу его раз в полгода. Может быть, раз в год по времени. И у меня было пару таких винтиков, которых я обычной отверткой не смог открутить. И мне пришлось использовать, наверное, сейчас я вам покажу, какой из этих всех бит я использовал. Скорее всего, что вот этот вот. Вот эту биту. Маленькую очень. То есть, здесь на каждой бите есть гравировка. И обозначает она принадлежность. То есть, S2 плюс полтора. То есть, полтора миллиметра. Видите, она уже у меня как была в использовании. Такая уже поврежденная немного. Но, что хочу сказать по прочности. Откручивал, может, я не знаю, раз 200-300 этой битой. Что-то там подтягивал. И я вам скажу, никаких там сколов, никаких заусенец я не вижу. Да, есть какие-то повреждения. Но, в принципе, я доволен качеством. Тем более, этот набор не сильно дорогой. Поэтому, за такую стоимость, это вообще просто классно. Использовал также для прикручивания, откручивания материнских плат. Вот такие вот биты. То есть, они все на магнитах притягивают. Вам нужно что-то закрутить. Вы берете, эту биту, соответственно, вынимаете. А эту вставляете. То есть, вот так все это делается. И можете крутить. Чем еще прикольная отверточка? Здесь, во второй части ее, крутится упор. То есть, вы можете, например, что-то брать, откручивать. И упор делать вовнутрь ладошки. И вот так крутить. То есть, это такая штука. Я сначала не понял, как ее использовать. Как-то непривычно было. Обычно отвертку держишь. И она жесткая вся. И приходится полностью руку вот так проворачивать и крутить. А так вы просто делаете пальцами, такими поступательными движениями. И откручиваете все, что вам нужно. Дальше. По поводу техники. Больше будет касаться мобильных телефонов. Я с помощью вот таких вот штуковин, палочек для открытия. Открывал телефон, который был намертво запечатан. То есть, сидел на заглушках, на клипсах. И потихонечку, не спеша, вот так поддевал. И все это дело у меня благополучно открылось. Ничего я не сломал. То есть, это тоже такой плюс большой. То, что есть в таком наборе. Теперь дальше. Это биты немного увеличенные. Ну, кому интересно, вы можете на паузу поставить и посмотреть. Каждую биту мы рассматривать не будем. Но некоторые, которые я использовал. Я обязательно делюсь с вами результатом. То есть, бывают такие места, что обычная маленькая бита. Ну, допустим, вот эта вот. Слишком короткая. Вы там, к примеру, что-то закручиваете. Либо откручиваете и упираетесь по длине. То сделали вот такие биты немножко по длине. Практически в два, два с половиной раза. И с помощью вот таких бит вы можете спокойно откручивать. Чуть-чуть имея запас. В перчатках неудобно. Но это я надел для того, чтобы вам было приятнее смотреть. Так как автофокус всегда фокусирует на ноготь, либо на кончик пальца. А так у вас будет в кадре только сама бита. Ну, то есть, такие вот интересные биты. На каждой бите есть обозначение. То есть, вы ее никогда не потеряете. В данном случае это треугольник. Ну, также присутствуют там вот такие вот крестообразные биты. Они все на магнитах. Плотно все держится. Прямо тяжело так вытаскивать. Бывает такое, что пока вытащишь, уже не захочется откручивать. Ну, четко держится. Поэтому классно. Оно не выпадает. То есть, вот эта вот бита у нас вообще нигде не держалась. Видите, сразу же примагничивает. Вот так, если перевернуть, все, они никуда не деваются. Это еще один плюс. То есть, все держится на магните четко. То есть, эти отвертки применяются абсолютно везде, где вам только нужно. Также есть удлинители. Они надеваются точно так же вовнутрь этой отверточки. И здесь вы можете в различные места залезть, куда вам только нужно. То есть, это еще один такой вот плюс большой для этого набора. Теперь еще присутствует здесь пинцет. Наверное, я его вам вытащу и покажу. Вот такой пинцет. Внизу такое напыление. Специально для того, чтобы паять было хорошо на микросхемах плат. Приятный в использовании. Эти кончики какие. Маленькие, острые. Ну, такой. Пару раз, бывало, болтики где-то западали. Только с помощью пинцета вот так. Подъехали, чик. Забрали его и подняли, куда вам нужно. То есть, интересный такой наборчик. Я раньше никогда не думал, что эти наборы могут быть полезны для людей. Также есть присоски, но я доставать ее не буду. То есть, либо кто стекло собирается отклеивать, либо в каких-то других целях вы присоску присасываете и можете спокойно что-то там отрывать. Вторая часть набора, она не высовывается. То есть, она прикреплена здесь жестко. И все, тут везде держится на магнитах. То есть, вставили, повернули. И все, вот такой вот есть в форме рога. Двух рогов. То есть, разные приспособы. То есть, кому нужно, обязательно можете рассмотреть. Посмотреть этот набор. Взять на заметку. Делюсь опытом. То есть, я им доволен. То есть, ничего плохого я сказать не могу по поводу этого набора. Но, в принципе, делюсь отзывом. Что касается остальной части, то больших бит здесь, конечно же, нет. То есть, это все предназначено для мелкой техники. Со временем, конечно же, хочется купить что-то покрупнее, поболее, головки, ключи. Хотя у меня есть набор инструментов. Но это всегда где-то, когда-то пригодится. Особенно, вот такие вот бывают заманухи какие-то. Болтики вкручивать. Что такими вот торксами приходится откручивать. То есть, S2, T20. Это максимальный, который здесь присутствует. Опять-таки, цена демократичная. И плюс, у вас всегда он под рукой. Выкинули его к себе в карман, либо в рюкзак и пошли. Не надо вам будет кучу разных отверток брать. В принципе, все с собой. Нужно где-то что-то как-то подлезть. Маленький наборчик этот взяли. Подошли, вставили и закрутили. То есть, смотрите. Вообще, микро какие-то отвертки. Я не знаю, где такое используется. Но, видимо, используется. По поводу обозначения. Видите, сразу же хочет залезть назад к себе. Обозначение S2H0.9. То есть, вообще, супер тонкий. Подошли. Вставили и крутите, занимаетесь. Ну, в принципе, набором я доволен. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Есть очень много наборов. Но этот по цене и качеству, по отзывам я читал, что занимает достойную высокую позицию. Можно рассмотреть, как вариант к покупке, если вы занимаетесь ремонтом какой-то техники. Либо просто в обиходе, в использовании, в обычной жизни вам пригодится. То есть, подошли, что-то открутили. Ну, интересно, когда есть набор инструментов, это всегда большой плюс. Не нужно ни у кого спрашивать, ни у кого бегать, интересоваться, либо покупать, ездить по рынкам. Тем более, цены сейчас на обычных рынках ломят. Неоправданно. То есть, завышают реальную закупочную цену. Это с Китая. В принципе, Китай есть разный. Но в данном случае ничего плохого сказать за него не могу. Ну, в основном все используют, наверное, крестовые отвертки. Фигурные. Ну, и минусовые, когда-никогда, тоже используются. Но в использовании, я же говорю, около трех месяцев у меня. Не все виды, конечно, я применял. Но парочку. Сейчас, наверное, вот эту. Да, я вот этот даже треугольник где-то применял. Не помню, где. Нужно было что-то открутить. Сегодня на обзоре у нас был набор инструментов с Алиэкспресс. Jackme GM8172. Если вам нравятся такие выпуски, обзор чего-то новенького, которое пригождается в обиходе, в жизни, то обязательно внизу пишите оценку этому видеоролику. Ну, а с вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова